Дорогие подписчики и зрители канала Кинь Знания Сила. Уже стала привычкой каждый день слышать про новые жертвы коронавирусной инфекции в Китае. Узнавать, что более 50% тестов для определения зараженных дает неправильный результат, и что количество заболевших растет с каждым часом. При этом стараются не говорить о том, что практически все случаи заболеваемости приходятся на город Ухань и провинцию, где он располагается. Что болеют в подавляющем большинстве случаев люди старше 49 лет, и что за пределами Китая погибли от коронавирусной инфекции только двое китайцев, прилетевших в самом начале появления вируса. Мало говорят и о том, что болезнь хорошо лечится обычными лекарствами от гриппа, и что вылечився в разы больше, чем погибшим. И поэтому для меня стало удивлением, когда сегодня утром я увидел статью, в которой четко, черным по белому было написано, что коронавирусом практически не болеют дети, и что не зафиксировано ни одного случая смерти больных в возрасте до 49 лет. При этом отмечается, что были случаи заражения вирусом даже новорожденных детей. Вот только заболевание у них протекало очень легко. Отметим, что ученые не могут объяснить данный феномен, но это безусловно хорошая новость. Дети коронавирусной инфекцией, впрочем, как и молодежь, фактически не болеют, и уж точно от нее не умирают. Другое дело, почему? Кто-то объясняет это приобретенным иммунитетом, полученным от матери. Но для того, чтобы от матери перешел иммунитет ребенку, нужно, чтобы мать хотя бы раз в жизни переболела коронавирусной инфекцией до беременности. Ну или похоже на нее заразой. Но как это возможно, если она, во-первых, смертельная, эта инфекция, а во-вторых, появилась совсем недавно? Конечно, есть болезни, которые детьми переносятся намного легче, чем взрослыми. Та же самая ветрянка, например. А тогда к чему такая паника? Если это действительно подобная ветрянке инфекция, то тогда беспокоиться стоит только людям со слабым иммунитетом. А их куда легче изолировать на время, чем сразу всех людей. Нужно также понимать, что в Китае, благодаря закону об одном ребенке, который был отменен совсем недавно, доля пожилых людей в обществе существенно выше, чем в России и других странах. Да и дела с иммунитетом и санитарно-гигиенической обстановкой, влияющие на состояние иммунной системы, у нас куда лучше, чем в Ухане. Поэтому те цифры, которые нам передают, ни о чем не говорят. Ведь среди тех 30 тысяч, которые заболели, практически все пожилые люди. И практически все они в основном из бедных кварталов. Очень часто люди в этих кварталах недоедают и живут в холоде. Да, и еще один факт. В наш город уже успели приехать люди из Китая, студенты и другие лица, которые уже успели просидеть под карантином 2 недели, пройти тест на вирус, получить отрицательный результат и выйти. Так вот, они говорят, что все не так уж и плохо. Никто на улицах китайских городов не падает. И на улицах хотя и пусто, но довольно таки спокойно. Так что сами для себя решайте, паниковать или нет. Но лично для меня, то, что дети инфекцией не болеют и не умирают от нее, стало большой и хорошей новостью. Обязательно пишите, если узнаете что-то новое о ситуации с коронавирусом в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте нравится, если не жалко. Ну, а я продолжу выпускать ролики и буду освещать вас относительно тех новых новостей и событий, которые появятся. Берегите себя и не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok